Всем привет! Сегодня мы продолжим рассматривать самых агрессивных и свирепых животных нашей планеты. Малайский медведь или беруанг. Этот ночной хищник, масса которого не превышает 65 килограмм, водится в лесах юго-востока Азии, от Индии до Борнео. Он отлично лазает по деревьям и вьёт на них себе гнёзда. При весе всего 65 килограммов и длине тела в полтора метра, малайский медведь является самым маленьким видом медведей в мире и самым свирепым, с самыми крупными зубами в пропорции к размеру тела. Этот маленький зверь является самым агрессивным медведем на планете и нападает на людей без всякого повода. Это очень милое млекопитающее способно успешно защищаться даже от тигра. Медведь обладает очень мощными челюстями с невероятной силой укуса, а их обоняние в тысячу раз превосходит человеческое. Беруанги ведут в ночной образ жизни, питаясь фруктами, мелкими насекломами и грызунами. К сожалению, этот великолепный хищник находится под угрозой исчезновения. Казуары. Это крупные птицы, обитающие в Астралии и в Новой Гвинеи, которые не умеют летать. В мире существует всего два рода птиц, которые точно убивали людей, и казуары – один из них. Это территориальные животные, поэтому они часто проявляют агрессию в ответ на вторжение или нападение. Перед атакой они принимают угрожающую позу, после чего бьют обеими лапами, на концах которых огромные когти. Эти птицы считаются крайне опасными, особенно в случаях ранения или когда они загнаны в угол. Казуары имеют большое тело, покрытое черными перьями, синеватой кожей и красноватой шеей. Чувство слуха развито у них отлично, и они могут даже обнаружить звуки низкой частоты, поступающие из большого расстояния. Продолжительность жизни птиц в дикой природе составляет от 12 до 19 лет, а в неволе – от 40 до 50 лет. Ласка. Ласки – это самые маленькие полтоядные животные в мире. Так же, как и малайский медведь, который является самым маленьким, но самым агрессивным медведем, ласки также являются одним из самых свирепых хищников. Весящая лишь несколько сот граммов и обладающая длиной тела в 20 сантиметров, невероятно агрессивная, размером с крупного хомяка ласка способна убить дикого кролика, превосходящего её по размеру в 5 раз. Из-за огромной разницы в размерах, крошечный зверёк выглядит скорее как паразит, нежели хищник, когда он впивается в шею своей крупной жертвы и высасывает кровь из еремной вены. Ласки также легко могут убить любую маленькую птицу, амфибию или млекопитающее с помощью укуса, способного раздробить их кости. Свою территорию от посторонних ласки защищают с такой же свирепостью и агрессивностью. Буйвол. Крупные животные, которые обладают чрезвычайно агрессивным поведением. Они могут бежать со скоростью 57 км в час, питаются травой и нуждаются в большом количестве воды. Одно из самых свирепых животных в мире известно своей техникой атаки и защиты. Их мощные рога сильны и смертоносны. Если говорить о внешнем виде, то тело буйвола покрыто густыми волосками чёрного или коричневого цвета. У них большие головы с широкой грудью и крепкими ногами. Этот вид в основном питается травой, но когда травяных источников мало, он ест кустарники и деревья. Средняя продолжительность жизни буйвола в дикой природе составляет 20 лет. И это одно из тех животных, которые не переносят чужаков на своей территории. Число людей, убитых буйволом, не меньше, чем погибших от нападения слонов и носорогов. Пчёлы-убийцы В 1956 году учёный-генетик Варвик Кер провёл скрещивание двух видов пчёл – дикой африканской и обыкновенной европейской. Он хотел получить новый вид пчёл, который бы унаследовал силу и выносливость африканского вида. Так появились на свет африканизированные пчёлы или пчёлы-убийцы. Яд африканских пчёл-убийц не сильно отличается от яда европейских представителей. Но эти пчёлы крайне агрессивные. Как говорят учёные, они в 30 раз агрессивнее своих собратьев. Если кто-то приблизится к их гнезду ближе, чем на 5 метров, то пчёлы начинают атаковать. Причём делают это всем роем. Они могут преследовать свою жертву более 700 метров, поочерёдно кусая её. Спастись в таком случае получается не у многих. Опасности при нападении подвергаются не только животные или человек. Пчёлы-убийцы нападают на пасеки, уничтожая обычных пчёл и заселяя ареалы их обитания. На этом всё.